Здравствуйте, Сергей Александрович. Глобальное противостояние буквально раздирает мир на несколько частей. Интересно ваше мнение, какую роль в этой ситуации занимает ОДКБ в обеспечении глобальной безопасности, или как минимум региональной? Ну, об этом, в том числе, мне кажется, много говорили на саммите ОДКБ, да? Ну и ситуация, в общем, описывается, если так просто, следующим образом. Действительно, в мире идет такая очень серьезная перестройка, переформатирование вот этих полюсов влияния. Очевидно, что коллективный Запад борется за сохранение глобальной власти, но, мне кажется, и они уже почувствовали, что эта власть, она как бы уходит из рук. На фоне, в том числе, российско-украинского конфликта, как ни странно, вроде бы все должны были бы испугаться и прибежать к американцам, но происходит другое. Вокруг американцев группируются их ближайшие союзники, точнее, они сами к себе их привязывают всеми возможными способами, а все остальные почувствовали, что эпоха уходит, эпоха меняется. Ни американцы, ни коллективный Запад больше не могут пугать, угрожать, привязывать к себе так, как это они делали довольно короткий период, скажем, после распада Советского Союза. Вот этот вот звездный час западной гегемонии, там условные 90-е нулевые, как бы все, он прошел. Очень многие вещи меняются там и на экономическом уровне, да, и, в первую очередь, на политическом, и смысловом. И в этой ситуации, в ситуации вот этого расползания полюсов, так сказать, ситуации в этой непонятно того, чего будет, вот все наши интеграционные объединения, они находятся в состоянии испытаний. Наши противники, враги будут пытаться и пытаются расколоть их, разорвать, так сказать, да. Наша цель, как и у ДКБ, пройти эти испытания и понять простую вещь, что на самом деле вот это сотрудничество, оно в этой ситуации гораздо лучше, чем попытки бегать, как бы, и искать что-то новое, да. Кому прибиться, так сказать, куда попасть. Вот как раз вы сказали, находить себя в новой концепции, в какой-нибудь, одним из углов этого рингового противостояния выступает идеологический концепт. Пытаются подменять понятия, в том числе заниматься историческим ревизионизмом. Необходимо ли в качестве ОДКБ интегрировать какие-то интеллектуальные структуры, аналитические центры, которые бы занимались в том числе информационной безопасностью, безопасностью нашего социокультурного пространства? Ну, в ОДКБ, понимаете, формально такие структуры есть. Фактически, конечно, сказать, что они действуют эффективно, я бы не стал. ОДКБ, еще раз повторяю, тоже проходит через период испытаний. То, что вот саммит прошел, это хорошо, но в общем и целом, конечно, внутри вот это ощущение испытаний, иногда, так сказать, непонимание того, что будет завтра, что, так сказать, что происходит сейчас, оно чувствуется. И для этого, конечно, нужно, так сказать, смысловое, не буду говорить идеологическое, а все-таки такое мировоззренческое наполнение того, а почему мы вместе, зачем мы вместе, каковы эти угрозы, да, а что надо делать. Хотя ОДКБ, вот именно ОДКБ, я не беру Евразес, да, ОДКБ это все-таки структура, как бы такая военная в первую очередь, поэтому их, так сказать, цель это анализировать потенциальные военные, террористические угрозы. Ну и по этому поводу нужна, конечно, проработка такая аналитическая. Но информационное сопровождение тоже нужно, этого не хватает. На самом деле, они хватают вот почему. Потому что члены, так сказать, этих интеграционных объединений, да, они тоже подвержены этим влиянием, тоже, как бы, да, вибрируют, смотрят там по сторонам. Вот мое глубокое убеждение в том, что, на самом деле, смыслов и мировоззренческих ценностей, которые нас объединяет, гораздо больше, и они гораздо глубже и важнее, чем те соблазны, которые пытаются предлагать нам какие-то внешние враги. Белорусский лидер заявил вот как раз на этом саммите о том, что региональные конфликты становятся одним из вызовов важнейших современности. Интересно ваше мнение относительно того, что сейчас говорят украинские политики. Вот как раз Рахамия заявил, что в 2022 году можно было закончить специальную военную операцию на территории Украины, просто согласившись на одно из требований России, это нейтральный статус Украины, вне блоковости и так далее. Как можно сейчас заявлять такие слова, когда у половины родственников есть погибшие на фронте, эмигрировшие, которые уже не вернутся, скорее всего, никогда, они об этом и говорят на территории Украины. То есть государственность фактически разрушена официальным Киевом, и сейчас в этом открыто признаются. Как это укладывается в их сознании, как на это должны реагировать простые украинцы? Проблема Украины в том, что у нее нет государственной элиты. Вот можно было закончить в этом году, в том году и прочее, прочее. Вот это все не надо было начинать в начале 90-х, потому что взяло в качестве ориентира внутренней политики крайний национализм и начало делить украинцев на правильных и неправильных. Вот которые были с Бандерой, вот те правильные, а вы все остальные неправильные. Во внешней политике, вместо того, чтобы исповедовать нейтралитет, может быть, учитывая там разные настроения, оно четко взяло курс на ориентацию на Запад, причем не просто ориентацию, а на военно-политическую ориентацию. То есть создавая угрозу своему соседу в виде России. А с точки зрения экономики, откровенно говоря, коррупция и воровство стало основным содержанием всей украинской действительности. То есть, по большому счету, те, кто считал себя государственными деятелями на Украине, таковыми не являются и никогда не являлись.